Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской информирует, что в Самарской области стартовал опрос представителей бизнеса, посвященный выработке мер поддержки перспективных отечественных компаний. Его проводит агентство стратегических инициатив. По результатам будут приняты решения, которые позволят компании, вышедшим за формальные рамки малого и среднего предпринимательства, эффективно увеличивать бизнес, решать задачи по росту капитализации, инвестиций в прорывные технологические инновации и сглаживать рост налоговой нагрузки. Принять участие в опросе можно на сайте, указанном на экране. Администрация железнодорожного района сообщает, что борьба с теневой экономикой становится жизненно необходимой. Наиболее распространенное ее проявление – неформальная занятость, то есть работа без официального оформления трудовых отношений. Получая более высокую зарплату в конверте, люди забывают, что теряют гораздо больше. Трудовое право, в отличие от гражданского, имеет социальную направленность на защиту лиц наемного труда. Когда же работодатели заключают с работником гражданско-правовой договор, договор подряда возмездного оказания услуг и так далее, на таких работников не распространяется трудовое законодательство, соответственно, не распространяются гарантии и компенсации. Администрация Куйбышевского района информирует, что до 15 октября в нашей области установлен особый противопожарный режим. Все, что нужно знать о правилах пожарной безопасности в лесу, а также об ответственности за их нарушений в условиях особого режима, смотрите в карточках, размещенных в Телеграм-канале. Там находится информация об ограничении посещения лесов, об уголовной ответственности за нарушение запрета и штрафах.